елена петровна звезда не придумали не в советское время но в советское время начали использовать а потом это стало хорошим символом потому что товарищ сталин передумал врага и придал это иронии звезде хорошее значение очень хорошее это на самом деле первый символ который после квадратика после куба на самом деле звезда это хуже чем куб то есть она бьет куб даже не покажи вот а сейчас россиянская армия отказалась от звезды и она поставила какие-то две кракозябы абсолютные которые имеют абсолютно противоположное значение то есть они отказались от единства же не набери символ советской армии раз уж такая пьянка обо всем понемножку давай российская армия звезда знак и покажи почему-то нацистские символы руны в и z начал использовать его вову да 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 была красная звезда цельная монолитная они отказались от монолита и они поставили раскол внизу и раскол сверху то есть но поскольку у них все через жопу то есть сверху вниз наоборот переверти решение этого фотографии если можно вот при перевороте мы получаем истинное значение этой руны и смотри что получается да вот оно вот истинное значение этих двух руд смотри красный уровень материи низшей и там буква в прокол любимая вы значит вендетта визитеры спутник вии на самом деле вампир ампир вы все в открытую вампиризм прокол пространство и на уровне москов синий уровень и выше такая вот крышка котелок который усиливает еще больше делает прокол тут вот так прокалывает а потом вот так накрывается внутри да 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 но это еще рума те кто в курсе знаю как руна работают те понимают насколько это херовая руна вот этой херовые руны разрушили нашу армия она работает она работает сожалению она работает в обе стороны не только ты работаешь с руной на руно работает с тобой те кто вот эту руну вешать на себя получают полное деструктивное воздействие этой руны на себя об этом не сказали рядовым людям скажем так обычным в довеску ну нацисты же не зря вот эти разрушительные руны на себя вешали за это в этом еще ряд других я уже делал по этому поводу где вот это вот старая добрая советская красная звезда руна красная звезда это на уровне материи красный цвет цельность монолит но в то же время структуризация материи для того чтобы она ну ладно назовем это кратко структуризация материи это уже хорошее явление это сделано случайно я не верю случайности же ты веришь случайность и совпадение естественно нет на символьном уровне естественно нет да я еще много чем могу ну смотрите мои ролики почему все не так как на самом деле и хроники безумия 21 уже ну вот там было стало смотри и это не дни красная с расколом смотри пустота внутри они пустоту разрушение впендерили внутрь понимаешь внутри пустота вот это никто не понял ну но в итоге они разрушили себя то в итоге все и сейчас когда нужна цельность для удара мягко говоря на информационном уровне на идейном уровне они пустышки и мне чего противопоставить а без идеи воюют а не железки воют идеи с той стороны они защищают дом я их понимаю они не правы тоже во многом они агрессивны и прочее но я об этом ролике делал и музыкальные ролики и все но старше это вот война чумы с холерой я как бы ни за чему не за холеру это две заразы проще говоря нужна цельность чтобы чего-то добиться вот да 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 и нам нам приказали отказаться вот смотри цельность золотая потом красная то есть расширение и руна преодолевая препятствия вот этот вот молот это как сильно уровне симон буква т это препятствие а мы обходим это препятствие почти почти кью почти по рунок you и стремление вверх смотри не зря в советском союзе были такие вот символьные видеоряд и звали не ряд до и смотрелось красиво